Еще в начале года квартира на Островского была расписана на несколько дней вперед. Рождество, новогодние корпоративы. Броне оставляли иностранные туристы и те, кто приехал на заработки. Не смущала даже вполне столичная цена – 80 рублей за сутки. В зале плазма 52 дюйма, в кухне микроволновка и чайник. Есть даже бойлер и стиральная машина. Тем не менее, квартира пустует больше четырех месяцев. Эти апартаменты в стиле лофт пользуются популярностью. Спрос вырос. Семейные фотосессии и романтические вечера проводят в три раза чаще. За 24 часа арендодатели просят 95 рублей. В июне месяце начинается для нас сезон. Ездит очень много гостей из Израиля, Америка, Лондон, Франция, Италия. Этих больше всего. Но пока тишина. Для более дешевых квартир сейчас очень сложное время, для дорогих нет. На них это вообще никак не влияет. Долгосрочная аренда сетуют риэлторы и переживает не лучшие времена. На сайтах десятки объявлений. Минимальные цены. Свободное жилье предлагают во всех районах Бобруйска. От Форштата до Шестого. Сдам на длительный срок уютную однокомнатную квартиру 30 квадратных метров по улице Куйбышева. Третий этаж с балконом, окна ПВХ, ламинат, мебель, стиральная машина, холодильник. Сдам однокомнатную квартиру на Гоголя 27. Частично с мебелью. Прописан один человек. 170 рублей плюс коммунальные услуги. Сдам в аренду двухкомнатную квартиру в центре Бобруйска около парка. Мебель, техника и интернет в наличии. Пандемия умерила аппетиты владельцев недвижимости. Двушку в спальном районе можно найти и за 140 рублей в месяц. Правда, здоровье сейчас волнует горожан гораздо больше, чем квартирный вопрос. Снимали квартиру ранее на седьмом микрорайоне за где-то 70-80 долларов, не помню. Сейчас уже построили свое жилье. Вообще вариантов большое количество на рынке. Есть квартиры, хватает квартиры. Есть что снять, есть жилье. На 8 марта посуточно с друзьями снимали квартиру. Все удобство, телевизор, плазма, все хорошо. 80 рублей в сутки отдали. Предложение в стране выросло минимум на 30 процентов, подсчитали аналитики. Собственники идут на уступки. Сбрасывают около 100 рублей семьям с маленькими детьми. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.